Особое мнение на 101FM Вот что думает, то и говорит Ух ты, но это его собственное мнение Конечно, это его собственное мнение без ограничений Я хотела у вас спросить Такой мостик перебросить Из недавней нашей темы дневного разворота Видели вы, не видели, не знаю Глава МВД накануне на заседании Госсовета Предложил вести конфискацию автомобилей У водителей, которых поймали за рулем В пьяном виде Как дополнительную меру Обеспечения безопасности дорожного движения Как вы к этому относитесь? Считаете, что это будет действенно, не действенно Пока, собственно говоря, не принято Но какие-то документы уже подготовлены Чуть ли не переданы законодателям Вопрос можно разделить на две части С одной стороны, чтобы никто не обвинял Как я отношусь к пьяным за рулем Я сразу скажу, что я плохо отношусь К пьяным за рулем То есть к тем, кто не отдает себе отчет После употребления Что он делает на дороге А вот второй вопрос Нужно ли лишать транспортного средства Я думаю, что Вот это не как на откуп колокольцевым И же с ним отдавать нельзя То есть если есть такие предпосылки Лишать, не лишать Это собственность человека Изымать, не изымать По конституции, так сказать Право собственности может быть ограничено Только в той мере, в какой это необходимо Для безопасности государства Ну и так далее Перечисляется И лишать и ограничивать Права человека Может только суд И вот то, что колокольцевые и другие Хотят получить Забрать как бы эти полномочия себе Ну не факт, что хотят забрать Просто процедура пока не озвучена Каким образом это будет происходить Ну как, вот он пьяный, так сказать Ну его поймали До установления того, что он пьяный Еще, значит, должны пройти экспертизы После экспертизы, значит, должен пройти суд Который признает его виновным Там и так далее Машина в это время на штрафстоянке стоит Изъятая Да, ну машина пусть стоит там, условно говоря Ну а так, что вот кто-то определил Что вот он пьяный, так сказать И сразу у него отобрали там автомобиль Не, ну я не думаю Я не думаю, что это прям так Потом еще мы с вами прекрасно Значит, знаем Особенно после случая там Подкидывания наркотиков людям Что могут быть случаи там Фальсификации Помните, как ребенок оказался Значит, вдруг в алкогольном опьянении Когда его сбила машина, так сказать Ну там обратная немножко история Да, значит, у нас сегодня Учитывая уровень недоверия И уровень того, что делают иногда Сотрудники правоохранительных органов То есть они, значит, вот я слышал От своих знакомых, что были случаи Когда просто специально там заливали В рот, двое держали за руку И в рот заливали Я такие истории слышал То есть я не утверждаю Что кто-то где-то Но я слышал со мной Это не происходило То есть мы не исключаем Случаи, если сотрудники В погонах подкидывают Людям, значит, наркотики Мы не исключаем случая Что может быть фальсификация В этой ситуации И в этом случае Повышать-то роль Не колокольцевых нужно А повышать роль И независимость суда К сожалению До сих пор все, что делается Это все делалось Только с точки зрения Ну, декларации этой независимости На самом деле мы видим Что ситуация только, так сказать Ухудшается Даже вот последние сообщения Вот для меня очень интересно Что Последние сообщения Например, когда Татьяну Бажину Там слышали Которые конфликтуют С председателем Первомайского суда Значит, дело рассматривает Первомайский суд То есть Неужели сами Судьи уже Как-то не понимают Что это накладывает Уже на них пятно Вот Вот с моей точки зрения То есть они должны были Передать это В любом случае Но хотя бы формально В другой район Кировской области Города Кирова Или города Кирова Ну, не важно там Да Но не давать В тот же район Ведь это сразу Ставит вопрос О доверии О доверии Поэтому, когда вы говорите Вот можно такие меры Принимать Давайте мы это Пообсуждаем Да Давайте не принимать Уже там Это за подписью Медведева Потому что он и так Уже достаточно много Наподписывал В том числе С ситуацией Когда там Подписал распоряжение О размещении На территории Мородыкова Не узнав Значит Мнений Кировчан Ну подождите Мнение-то еще соберут Сейчас мы к Мородыкову И перейдем Азис Алич Я поняла То есть с точки зрения Процедурной Вы считаете Что не продумано совершенно Да И доверия правоохранительным органам нет И непонятно вообще Как это будет все происходить И вы против С точки зрения воспитательной И поэтому На сегодняшний день Нужно посмотреть Нужно внимательно изучить Вместе с экспертами Эту ситуацию То есть В каких случаях Нужно лишать человека Не просто права управления Собственности А собственности Ну хорошо Сейчас купить Дурацкий автомобиль Старый Стоит 50 тысяч рублей Даже дешевле есть Я видела Ну хорошо Ну мы отобрали у него Автомобиль Этот хлам За 20 тысяч рублей Он взял И сел на другой Да он и не купил его вовсе Как бы этот автомобиль Он его там Ну не знаю Не оформил даже на себя Ну вот взял Там у соседа Сел и поехал Такого же соседа Ну еще раз На 20 тысяч Мы его как бы Типа лишим этого автомобиля Третий раз он сел на мотоцикл То есть ситуация Ведь заключается Не в том Как это сейчас В нашей стране Там вот мы точечно Там да Вот у нас самолет упал Там вот уже очередной Упал самолет Да И мы значит провели Собрали комиссию И вот сказали Вот тут летчики там И так далее Ведь если летчики Плохо летают Значит система подготовки Летчиков уничтожена Кем уничтожена Вот этим правительством Которое как бы По факту руководит страной Да В том числе системой Подготовки так сказать Летчиков Потому что там же есть Структура отвечающая За все это Да Если люди Значит Пьют и умирают От алкоголизма Значит система Мотивации людей На жизнь А не на алкоголизм Она уничтожена Люди сегодня Не жить хотят А просто Уходить в эйфорию Значит кто за это отвечает Кто за это отвечает Ну вы очень глубоко копаете А как копать то иначе Вы думаете что мы сейчас У них отберем автомобиль И у нас сразу все Люди перестанут Как бы там Садиться за руль В пьяном виде Штраф Слушайте он Он когда садится за руль В пьяном виде Он даже В этот момент Плохо думает о том Что он пьяном Сознает конечно Садиться за руль То есть это не в том смысле Что я оправдываю Наоборот В том смысле Что нужно сделать так Чтобы он не смог За руль то в этот момент Садиться Нужно сделать так Чтобы мы с вами Мы соседи Друзья Товарищи этого человека Которые с ним вместе Сидели там где-то Выпивали условно говоря Не дали ему в этот момент За руль то сесть Схватились за руку Сказали нет Отобрали ключи Спрятать ключи Я знаю такие ситуации Когда люди просто забирают Там и говорят Ой-ой-ой-ой Нету ключей Ну ладно Сейчас вызовем Эвакуатор там И все И такое И делают Как бы такие ситуации Очень часто Вот с такими ситуациями Я сталкивался А мы что делаем А мы наказать Вот потому что Эти люди Которые сегодня сидят В государственной думе И в органах власти Они ничего Не знают Они не знают Основ управления государством Основ управления Социально-экономическими системами Поэтому они принимают Какое решение Ну все возьму палку Дам по башке Вот все что они знают Нужны нам такие люди У власти Господи Ну когда же Это все закончится Азиз Агаев Управляют Люди которые находятся На вершине Управляют Страной Областью Городом Просто безобразие Ну ладно По мере тогда Ответственности Там и наказания водителей Я думаю что мы Не последний делаем эфир Потому что Ну судя по словам Владимира Колокольцева Продолжение у этой истории будет То есть не только заявление Давайте мы перейдем Немножечко все таки К такой федеральной Даже я бы сказала Международной теме Этой истории Я не знаю Можно так говорить Конфликта Грузии и России Или можно говорить Конфликта российских И грузинских властей Или может быть Можно говорить Обиды российских властей На грузинские власти Но тем не менее С 8 июля Собственно говоря Закрывается авиационное сообщение Прямое Из России в Грузию Запрещены По крайней мере Пока декларируется Будут запрещены Полеты и работы Здесь на территории России Грузинских авиакомпаний И собственно Вот социальные сети И сайты информационные Последние несколько дней Полнятся статьями Знаете какими Как добраться в Грузию В обход запрета То есть это такая вот Гражданская реакция На принятое решение При этом есть И вторая сторона Люди которые задают вопрос А стоит ли ехать туда Где тебя считают оккупантом Где пишут значит Русские вон из Грузии И прочее Прочее Ну я честно говоря Сильно много не видел Как бы Вот Чтобы в соцсетях Там публиковались Какие-то вывески Плакаты Плакаты Что там русские вон Из Грузии Там Или там Оккупанты вон из Грузии Что-то я Честно говоря Даже официальные средства Массоинформации Не могут много привести Там таких может быть Вот Так сказать Ну они были Образцов Какие-то там Где-то во время Митингов Митингов Там и так далее Были Смотрите Это конфликт Частных лиц Я бы сказал Выведенный На государственный уровень Вот В данном случае Сейчас Не подождите Кого вы имеете ввиду Под частными лицами Ну Руководители Владимира Путина Там мы слышали Дмитрия Медведева С моей точки зрения С моей точки зрения Что руководители страны Могут по-разному Там Называть Там Другого руководителя страны Но при этом Всегда Нужно Соблюдать Там Политес Определенные Там Дипломатию Но вопрос В чем Очень аккуратно Как бы скажу Чтобы никто Тут Не обижался С моей точки зрения Я И Абхазию И Осетию До сих пор Южную Осетию До сих пор Ну считают Территорией Грузии Уже Несмотря на то Что там Происходили Какие-то события Вот А Когда грузины Говорят Что вы оккупировали Они что имеют Ввиду Мы взяли В Абхазии Там Разместили Военные базы Да Военные базы В Осетии тоже По-моему Стоит Для России Осетия Где-то Звучит в прессе Стоит 10 миллиардов В год Словно говоря В то же время Мы знаем Что у нас в России Достаточно денег Не хватает Это сложная история Конфликт И в этой ситуации Раздувать То есть Нужно В любом случае Государственным людям Особенно государственным людям Потому что Частных лиц Это не касается Отдыхающих Там Люди Которые едут Друг к другу В гости И так далее Это не касается Особенно Официальных лиц И когда Едешь Куда Куда Нибудь Особенно В страну С которой Официально Мы находимся С которой Напряженные отношения Давайте скажем Мягко Но ты думай Прежде чем Какие-то вещи Делать Это вы сейчас Про усаживание В кресло спикера Говорите Да Про усаживание В кресло спикера Про То что Какие-то наши Православные депутаты Куда-то там Уехали И выступали Непонятно Православный депутат Вообще как бы звучит Православные депутаты Коммунисты Я вам скажу Да Для меня вообще звучит Как бы Либо ты православный Либо нет Как человек Какой ты там Депутат или не депутат Это вопрос второй Вот Очень нужно Аккуратно К этим вещам Относиться А что касается Там Ну смотрите Вот решение уже есть Вот оно есть Оно топорное Оно как слон В посудной лавке Оно есть Так оно все время Как слон В посудной лавке Вот пожалуйста Сегодня там Армения оккупирует Нагорный Карабах Азербайджанский Так сказать И все знают Сейчас армяне С вами не согласились Ну Согласятся они Или нет Пожалуйста Есть 4 резолюции Там Совета безопасности ООН Еще Еще одна сложная Совершенная ситуация И так далее И так далее И все знают Что если бы Не поддержка России Как бы В этой ситуации Оккупации Там Армении Нагорного Карабаха То ситуация бы Давно Мирным Петем бы разрешилась Путем бы мирным Уже потому что Мирные предложения Которые как бы Лежат на столе Они отвергаются Там с этой стороны Потому что С армянской стороны Потому что Они считают Что Россия Придет к ним на помощь Они прямо призывают Это Россию Там ввести войска И так далее То есть Каждый раз Совершая какие-либо Действия Последние действия Посла России В Армении Когда он принимает Этих сепаратистов Из Нагорного Карабаха У себя В резиденции Например Каждый раз Совершая действия Ты думай Что ты делаешь Против своей страны Ты принимай Их неофициально Где угодно Зачем ты В официальной резиденции С ними встречаешься Там на каком-то Форуме И еще чего-то Ты же посол Ты же официальное лицо Азербайджан Может обидеться Да Вполне Вполне реально Может обидеться Скажут Слушай, у меня на территории То есть Я хотел бы Чтобы официальные лица Совершая какие-либо действия Они думали Что они представляют Такую великую страну Как Россия И они могут нанести Своими действиями Ущерб Это же не особое мнение На эхе Москвы Когда ты просто говоришь Свою там точку зрения Ты ведь представитель Большой страны И когда ты говоришь Даже если в частной беседе Люди воспринимают это Как позиции государства То есть Нужно быть В этом смысле Очень аккуратным Что касается людей Да господи Здесь живут грузины Все нормально Никто ни с кем Не конфликтует Никаких конфликтов Там живут русские Никто ни с кем Не конфликтует Сегодня грузины Сказали Для россиян Скидка 20% В ресторанах Пожалуйста Никаких проблем Да я вижу Мало того Что грузины сказали Я вижу Вот на самом деле Редкое совершенно Единение Уж простите Все таки Приведу в пример Потому что Предлагает варианты И через Армению И через Азербайджан И через Азербайджан И более того Грузины сегодня Я уже не знаю Рассмотрели или нет А уже было на повестке дня Бесплатные автобусы Из Баку В Табилиси Бесплатные автобусы Прилетайте в Баку Садитесь в автобус До Табилиси И вас довезут Но мало того Еще есть возможность В Баку посмотреть При этом Еще и Баку посмотрите А Грузия Для людей Российских Особенно для православных людей Это Ну я не православный Но я знаю Это потому что Очень много Общался с грузинами Там же очень много Реально святых мест Реально святых мест Для верующих Это кладезь То есть там Древнейшая Христианская Цивилизация Грузия И там есть Такие храмы Которых Людям верующим Было лучше Как бы Проводить не один день Вот с моей точки зрения Верующего человека Другого Мусульманина Но тем не менее В общем Люди Давайте жить дружно Как вы думаете Отыграет назад конфликт Или нет И если да То через какое время И какие действия должны быть Все равно отыграется Просто нашим Опять представителям власти Думать сейчас Не надо Не о том Что мы О мы сейчас опять Закроем Грузинское вино Вот опять там Боржоми Хотя Боржоми Уже давно Не принадлежит Грузии А чуть ли не на стле Уже там Принадлежит Вот мы сейчас Ну там Это мандаринов По-моему Уже давно нет У грузинских Потому что Невыгодно Связанных Так сказать С властями Бизнесменам Которые поставляют Мандарины Из других там Государств Потому что Вот Деньги на первом месте Там Не знаю Что там из Грузии Еще как бы В Россию Поставили Ну мы вот сейчас Введем ограничения Да введите Господи в конце концов И что это Поможет решить Этот конфликт Не поможет Не поможет Так мы о чем думаем Об интересах России Думаем Или о какой-то Я не знаю О чем Это гордость Какая это гордость Великорусская Слушайте Русский народ Действительно великий Только это гордость Не этого народа Народ то туда едет Отдыхать И хочет дружить С грузинами И хочет добираться Нормально Не теряя деньги И хочет добираться А это Псевдогордость Каких-то людей Которые Так сказать Управляют этим процессом А здесь Агаев В нашей студии Мы продолжаем Ну давайте К Марадыкову Все-таки переходим Да Тема последних Месяцев Последних Недель Очень жарко Обсуждаемая И фактически Там нисходящая С информационных Полос Потому что Опять же Опять же Очередные митинги 30 июня Будет митинг Если я не ошибаюсь 4 июля Будет митинг Кто-то мне говорил Еще про 6 число Ну то есть Вот тема В информационной повестке Вы считаете Что да Людям надо ходить На эти митинги А вы верите Что они что-то изменят Я думаю Что потихонечку Нам надо к этому Привыкать Потому что На Вот те Кто сегодня Управляют Областью Страной Они привыкли К тому Что они Самые умные Они принимают Ну они же главные Они же не просто Там так оказались Главные Мы очень часто видим Что не всегда Самые умные Они просто туда попадают Потому что Кому-то верны Потому что Значит Не возражают Против явных Там Антинародных Я бы сказал Так сказать Каких-то Решений Там Потому что В целом Им Все равно В каких условиях Люди там Живут Поэтому они Очень часто Как бы Оказываются Главными А Вопрос в том Что Вот эти люди Они Считают Что они Должны эти вопросы Решать И им Все равно Что вы Об этом думаете Люди Слышите меня Им все равно Что вы Об этом думаете Они Скоро придут К вам в квартиры И будут Устанавливать Там свои порядки То есть По факту То ведь Это прийти Людям в квартиры Потому что Опасные вещества И их отходы Это то Что придет К вам в квартиры Азиз Ильич А вы Уверены в том Что Действительно Вот этот проект Который предлагается Он с экологической точки зрения Будет опасен Почему решение Принято до того Как посоветовались С населением А потому что Привычка такая И не проинформировали Привычка такая И почему вы сейчас Вот смотрите Слышу вчера Там Алла Викторовна Алла Викторовна Пора вам уходить В отставку Вы точно уже Против людей работаете Вот пресса виновата Алла Албегова Да Пресса виновата А претензии были Подождите Ну не так было сказано Было сказано Что пресса подает информацию Некорректно Не разобравшись в вопросе Поэтому вы виноваты В том А потому что Мы не видели еще ничего А кто видел то Никто А кто должен обеспечить Чтобы люди На территории которых Будут Так или иначе Все равно Опасные объекты Размещаться Да хоть какая бы там Какой бы класс опасности Был Это опасный объект Будет размещаться Чтобы люди знали Ведь люди чего боятся Прежде всего Что людей приводит В панику Прежде всего Прежде всего Незнание Ты когда не знаешь С чем имеешь дело Тебе трудно принять решение А те кто правит нами Они не хотят Чтобы мы принимали решение Поэтому говорят Чего им давать Какие то знания А потом можно Пожалуйста Можно и прессу поругать Сказать что Вы там Вот там Не то сделали Ну хорошо Хоть там ответила Наша Всеми уважаемая Главная эколог Так сказать Кировской области Тамара Шихмина Спасибо ей Ну Мы ее всегда любили Уважали Как бы В ее Вот в таких Именно в таких Так сказать Поступках Но Прежде чем Ну давайте уже мы Уважать свой народ Своих людей Ну прежде чем Принимать такие решения Ну можно дать полную информацию Сказать люди А можно мы На территории Где вы живете Потому что Они уже Эту территорию Тоже считают Своей Они говорят Это государственная территория Это федеральная территория Да какая это федеральная территория Это вообще Собственность Росатома Это собственность Росатома Представляете Это территория нашей страны А страна-то нам принадлежит Люди Очнитесь Страна-то нам принадлежит И эти люди считают Что Это их территория Вам скоро жить-то негде будет При таких подходах Это наша страна. Это страна людей, граждан Российской Федерации. На митинги выходить надо. В обязательном порядке. Даже если они в итоге ничего не решат, на митинги выходить надо. Они все равно рано или поздно будут решать. Люди поймут в конечном итоге, что решения, которые принимают сейчас представители Единой России, значит, вот этих представителей Единой России нужно убирать со всех органов, которых принимаются такие решения. Пусть туда придут нормальные люди, которые готовы с людьми обсуждать такие вопросы. У меня, Азиас Ильич, очень тяжелое чувство, я вам скажу. По моим ощущениям, очень редко бывает так, что нормальный человек, но вот в том понятии нормальности, которое я в это вкладываю, приходя в органы власти, остается точно таким же. Чаще всего он меняется. Ну, потому что есть определенная доля ответственности. Мы это видели на примере наших много раз. Определенная доля обязательств. Есть необходимость договариваться с разными политическими силами. Я не знаю, это меняется внешне или меняется внутренний человек, но человек часто меняется. Не все, не все, но меняются. И что это значит? Договариваться с какими-то политическими силами? Это значит, что менять надо, наверное, все-таки не людей даже, в первую очередь, а отношения и систему. Причем вот именно системно менять отношения. Ты пришел в органы власти, не смеешь делать вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Ты пришел в органы власти, обязан советоваться с людьми. Там первое решение, которое ты будешь принимать, ты должен обсудить со всеми и прочее. Вот видите, к какую глубину теперь вы полезли, Аня? Да. Видите, какую? И я вам скажу, воспитывайте правильно своего ребенка. Хорошо. Вот видите, какую глубину вы полезли, это системный вопрос. А у нас, получается, вперед выходят люди, для которых важным становится не то, о чем вы говорите, не базовые ценности, а важным становятся деньги, карьера, статус, должность, которую они занимают. Ну, потому что им вышестоящие начальники, я здесь, смотри, им ставят задачу, а их задача ее исполнить. У профессионала нет вышестоящего начальника. Люди должны быть профессионалами, а туда приходят сплошь непрофессионалы. И поэтому для них слово вышестоящего начальника... Почему мы на Нюрнбергском процессе эсэсов всех осудили? Они все говорили, нам приказывали, мы делали. Не освобождает от ответственности исполнение таких приказов. Поэтому вот в этой ситуации я считаю, что люди должны на какие-то базовые ценности опираться. А пока люди опираются на то, что им нужен этот статус, и они являются непрофессионалами. Они боятся, что если они ослушаются начальника или не выполнят... Их выгонят. А куда я пойду? У меня был разговор с одним из чинов, я не буду называть. А куда я пойду? А мне там платят такую заработную плату? А платят-то очень хорошую заработную плату. В пять раз больше, чем нормальный человек в среднем получает в Кировской области. А куда я пойду? А он ушел в итоге? Нет, он остается и работает. То есть, конечно, мы с ним здороваемся, мы с ним видимся. Конечно, он сочувственно смотрит и слушает то, что я говорю. Но при этом говорит, ну, я же так не могу. Понимаете, вот этот размен себя на какие-то вот эти блага, оно просто разрушает человека. Ну, рано или поздно ты займешь свои метр на два в земле, и пусть Бог с тобой разбирается. В гробу карманов нет, да, как говорится. А здесь Агаев в нашей студии, у нас сейчас впереди реклама, и через полторы минуты мы вернемся. Особое мнение на 101FM Мы продолжаем с Азизом Агаевым выслушивать его особое мнение. У нас впереди еще несколько тем, и я, Азиз Алиевич, хотела вас вот о чем спросить. Скажите, пожалуйста, для вас насколько важен внешний облик Кирова, как города, который сохранил свое историческое лицо? И вообще, на ваш взгляд, Киров сохранил свое историческое лицо или нет? У меня где-то, не помню, сколько лет назад уже было, наверное, лет семь назад были гости из-за границы, и я их водил по старой части Кирова. И если новая часть Кирова вызывала у них, мягко сказать, улыбку... Саркастичную улыбку или радостную? Саркастичную, саркастичную улыбку. То старая часть вызывала у них, ну, если не восхищение, то уважение точно как бы. То есть они с интересом смотрели. И, конечно, для меня, как жителя города Кирова, ну, было приятно, что они... И тогда, по-моему, какие-то предпринимались попытки сохранить и восстановить кое-что, так сказать. И где-то, если что-то строили в старой части, то старались архитекторы так или иначе... Ну, хотя бы высотность не превышать. Да, да, высотность не превышать, стилизовать таким каким-то образом. И, кстати, вот один из них был архитектором, реально, как бы, со своим бюро, вот, из приехавших гостей. Ой, а можно я уточню, из какой страны были гости? Из Швейцарии были. О, слушайте. И он оценил. Там, мне кажется, тоже историческое... Да, 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 да. И он оценил это. Эта история вся ценится очень в Европе. То есть он посмотрел и в этом смысле согласился с некоторыми концепциями. Вот. Конечно, нужно старый облик сохранять. Вопрос как? С моей точки зрения, если у нас бизнес не идет, сохранять нужно за счет городского бюджета. Денег нет. Это неправда. Вот я всегда говорил, что если правильно, если рационально использовать, а не тратить, куда попало эти деньги, не завышать цену, там, на строительстве дорог, там, еще куда-то, там, не тратить, там, несколько раз ремонтируя одно и то же, там, и забирать у недобросовестных, там, дорожников или еще у кого-то, там, деньги не тратить налево-направо, сократить аппарат, который и так... А грамотное расходование средств и деньги будут. Да, да, да. И будут деньги. То есть, зачем, например, городской администрации, значит, столько, там, автомобилей или главе, там, города? Вот он же уже на велосипеде ездит, пусть ездит на велосипеде. Нечего ему из города до администрации области добираться на автомобиле. Ему пылью дышать придется. Ну, и хорошо, и хорошо, и хорошо. Почему мы Михеева вспоминаем все, как бы, периодически, так сказать. Человек, который пешком ходил по городу, пешком ходил, царство ему небесное. И что? У кого ноги сломаются, как бы... Ну, нет, сломать-то можно, конечно, иногда по некоторым местам вообще реально можно ноги, так сказать, поломать. Но и хорошо... Быстрее сделают тротуары в городе. Да, ну, ты посмотри, как бы, и принимай там решение. То есть, все-таки из бюджета. Когда вы говорите стандартные фразы из их лексики, что денег нет... Я цитирую. Если ты не можешь... Я обычно говорю, это было при Перескопе, я ему говорил, и этим могу сказать. Если ты не можешь, освободи место для тех, кто может. Ну, смотрите, Азиз Алич, вот такая история. Хорошо, деньги нашлись. В городе всегда много потребностей, на которые, значит, эти деньги можно направить. Начиная от компенсации, там, семьям, которые сидят с ребенком, потому что вместо в садике не досталось... Я вот перебью, Аня. Подождите, подождите, подождите. Запомни, запомни, я перебью. Хорошо. Я хочу, потому что ты вот сейчас задела одну вещь, которую... Вот смотрите, строим садики. Да. И еще будем строить садики. И школы будем строить. И еще будем школы. Ладно, школы это отдельно. Давайте по садикам. Садики. Да. Количество детей падает, рожденных. Это означает, что через пять, максимум через семь лет, некоторые из этих садиков будут пустовать. А вот говорится о том, чтобы строить садики так, чтобы можно было их перепрофилировать, например, под начальные школы. Вот, чтобы не пустовали. Я вам о чем? Я понимаю. Давайте субсидировать частников. Давайте давать им эти кредиты беспроцентные или с маленьким процентом. Частников в смысле частные детские сады? Да. Пусть они строят сами эти детские сады. И сами потом решают, что делать. И потом сами решают, что с этими детскими садами делать. Ну, если вам надо будет их под школу, ну, возьмете у них в аренду, потому что скоро эти дети вырастут, и начальные школы, да, опять тоже окажутся ненужными. И тогда что будем создавать очередные бюрократические учреждения, чтобы занять эти... Нет, мы надеемся на то, что у нас демография выправится, и рождаемость вырастет. Не будет у нас такой. Рождаемость растет только тогда, когда люди чувствуют, что им можно рожать. Уверенность в завтрашний день. Рождаемость же это. Не бюрократ же рожает-то детей. Так, ладно, Азиз Алич, все-таки возвращаясь к моему вопросу. Смотрите, нашли лишние деньги в бюджете города, но как всегда нашлось, куда их там отдать, вот на более нужное, чем ремонт фасадов или исторических зданий. Бизнес, вы говорите, если бизнесу неинтересно. Бизнесу неинтересно. Бизнес был в этой студии у нас в программе «Урбан» неделю назад. И объясняли, почему им неинтересно. Потому что в Кирове вот та программа, о которой говорили, метр за рубль в аренду, не работает. За исключением, пожалуй, там зданий на самых прям вот таких проходных торговых улицах. Там на Ленина еще где-то, где большой поток пассажиров, где это здание можно приспособить. На маленьких улицах, даже на Орловской. Несмотря на то, что это вроде вот, ну, прям самый центр, да, Золотая Миля наша Кировская фактически. Ну, на Орловской я не скажу, что там что-то особенное. Это такая улочка, как бы там. Хорошо, ладно, ладно. Непроходимая она. Вот, ну, непроходимая. Нет там больших потоков и невозможно приспособить. То есть слишком дорог ремонт исторического здания и слишком мал спектр функций, под которые можно приспособить это самое здание в Казани. Между прочим, наши гости нам сказали, что в Казани работает, помимо вот этой вот истории с льготной арендой, работает еще и программа с льготным налогообложением. Бизнес вкладывается, соответственно, на какую-то сумму, да, его освобождают от уплаты налогов. Можно дать им льготный кредит бюджетный, не тот, который ему на ремонт надо взять в банке под там 12%. Можно, вот смотрите, у нас по Карла Маркса, вот золотая миля там напротив глобуса, есть такой центр инвестиций. Вот давайте этот центр инвестиций, для этого центра инвестиций на Орловский отремонтируем один из домов и переселим туда. А туда бизнес заселим? А эти помещения... Сдадим в аренду. Ну, не в аренду, я считаю, что все помещения надо продавать. Городские. Городские. Надо продавать бизнесу, пусть он покупает, и не нужно заморачиваться этими вещами. Город должен другими делами заниматься, а не заниматься коммерческой деятельностью по сдаче недвижимости в аренду. Поэтому вот такие помещения ремонтируйте. Пожалуйста, не надо новый садик строить. Давайте посмотрим, какое из этих помещений мы можем реконструировать под новый садик. Не можем никакой, я вам сразу скажу. Ну, почему не можем? Ну, потому что там нужна прилегающая территория по детской площадке, по ГОСТам. Хорошо, давайте посмотрим, какую прилегающую территорию мы там можем выделить. Может быть, какие-то можно все-таки, вы говорите, вот совсем не можем. Но наверняка есть какие-то помещения, какие можем. Но можем какие-то там обучающие центры сделать. Бизнесу точно не интересно? Вот вы подтвердите, пожалуйста, вы с бизнесом работаете сейчас чаще, чем я. Бизнесу не интересно. Бизнесу не интересно, потому что там очень слишком много заморочек, слишком много контролеров. Причем контролеров неконструктивных. Административных давлений не дает творить, созидать бизнес. Ази Сагаев, в нашей студии три минуты у нас остается до конца программы. Я хотела вас попросить прокомментировать одну тему, которую мы широко будем обсуждать в понедельник. Вот раньше, к сожалению, не получается. Придут к нам ребята, инициаторы этой идеи. Слушатели Эхо наверняка знают о таком движении, как последний адрес. То есть и в Москве, и в Петербурге особенно, да, это распространено на дома, откуда были увезены или где проживали в свое время незаконно репрессированные граждане. Устанавливаются памятные таблички, что вот в этом доме с такого-то по такой-то год проживал такой-то человек. Был, значит, вот в таком-то году обвинен, расстрелян или сослан там, ну, что угодно. И вот история, это хотелось бы инициатором этой истории, я сразу скажу, что это Павел Гнилорыбов, который был как раз недавно в нашей студии. Денис Шадрин, мы его знаем, тоже наш эксперт. Они говорят о том, что по базе, по базе мемориала более 7,5 тысяч человек жертв политического террора в Кировской области. Вот. И собираются разыскивать родственников этих людей, чтобы получить данные, а потом, соответственно, установить таблички, я так понимаю, на тех зданиях, которые еще удалось сохранить, на тех исторических зданиях, которые в Кирове еще остались. Вы к этой инициативе, ну, я не знаю, положительно-неположительно относитесь, наверное, и глупо спрашивать, да? Мне кажется, память надо сохранять. Вот. А вам как кажется? Вот вроде по законодательству мэрия не должна чинить препятствий. Будет или нет? К сожалению, я... Просто в Петербурге сталкивались с проблемами. Вот, Анечка, вы сразу, конечно, за меня ответили положительные положения. Я, на самом деле, не знаю, как относиться к этой, как бы, потому что... Да. Я не уверен, что это, ну, так как бы какое-то рациональное предложение. Я пока не вижу... Не вижу, для чего на каждом доме надо устанавливать вот такие таблички. Не потому что я боюсь, что они установятся, и там вот нам надо будет там горевать, грустить. Есть места, где устанавливают таблички для, ну, там, для тех, кто умер, там. Есть места, где молятся за таких, кто умер. Ну, давайте там, ну, выберем какое-то, но не будем каждый дом превращать в место, где можно постоять и погоревать. То есть, вот, с моей точки зрения, как бы, хотя вы мне можете обосновать, и Денис может мне обосновать, и Павел может обосновать, что вот, если ты не помнишь памяти, то, там, историю, и оно может повториться, там, и так далее, и так далее. Поэтому у меня мнение к этому неоднозначное. То есть, я... Надо, не надо, вы пока не определились. Я не определился. Я пока воздержусь от оценки вообще этой ситуации. Но что касается, будет, не будет мэрия, ну, там тоже, наверное, есть... Мэрия будет это решать или совет? Нет, насколько я понимаю, вообще, по идее, это собственники должны. Или городская дума будет. Это собственники должны решать. Или собственники дома. И там есть разные люди, в том числе потомки тех, кто уходили, вот, были репрессированы, и потомки тех, кто репрессировал. Они могут быть против. И есть просто люди, которых это не коснулось. Вот, очень сложный вопрос. И тем самым, почему я неоднозначно, потому что я считаю, что этот вопрос может людей разделить. Расколоть общество. Расколоть общество. Азиз Агаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ». Я благодарю его за всегда интересное и особое мнение. На этом программа завершается. Я, Анна Лапшина, со слушателями прощаюсь. Всем до свидания. Особое мнение на 101FM